В аэропорту Балхаша завершают реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Старый бетон мог выдерживать только небольшие самолеты. Воздушная гавань уже давно перестала соответствовать стандартам. Наладить сообщения собираются после завершения ремонта. А чиновники теперь озадачены развитием авиаперевоза. Президент в своем послании народу поручил развивать курортный потенциал и работу аэрохабов. О том, как это собираются выполнять в регионе, расскажет Айгирим Бухтаева. В аэропорту Балхаша в эти дни принимают и отправляют последние рейсы. Несмотря на то, что в этом году билеты не субсидировались, их стоимость выросла в два раза, практически все самолеты полностью загружены. Пассажиры рассказывают, готовы потратиться, чтобы сэкономить время. Раньше в Астану за 9 тысяч, а в Алматы за 14 тысяч можно было полететь. Люди и тогда летали, и сейчас, когда билеты подорожали в два раза, люди продолжают летать, потому что это намного лучше, чем мы 10 часов едем на машине или поезде. Я вот сейчас час вылечу и вечером буду уже дома в Уральске. Это видите, какая экономия. А если бы я поездом ехала, то я бы ехала трое суток. Я только вот немножко расстроилась, потому что я взяла обратный билет. На 8 октября рейс отменили. Правда, деньги вернули. Придется добираться автобусом. Сентябрь – последний месяц, когда аэропорт Балхаша работает в штатном режиме. 70% пассажиров – это туристы. В холодное время года маленький город не так популярен. К тому же здесь идет капитальный ремонт. Само здание и оборудование больше похожи на музей. Но самое главное, что сегодня у аэропорта масса ограничений. В последние 4 года здесь принимают только дневные рейсы. На взлетной полосе нет светосигнальной системы. После реконструкции с новым освещением в аэропорту Балхаша смогут принимать и отправлять пассажиров и ночью. Кроме того, новый бетон должен будет выдержать даже самые большие суда. Реконструкцию полосы планируют завершить до конца этого года. А здание – в следующем. Работы обойдутся почти в 4 миллиарда тенге. Воодушевленные чиновники собираются воспользоваться выгодным географическим положением и сделать Балхаш популярным не только летом, но и в другие сезоны. Так как Балхаш географически находится в центре Казахстана, здесь, я думаю, есть возможность увеличения как логистического центра. Здесь именно аэропорт города Балхаш может как хаб, аэрохаб и работа в этом направлении. Уже есть желающие, которые готовы после того, как мы сделаем реконструкцию, уже готовы заходить. Развитие аэрохабов президент в своем послании назвал важнейшей задачей. Власти сейчас заняты исполнением поручения. При этом специалисты признаются, без помощи государства развивать авиасообщение будет затруднительно. Если рейс будет субсидированный, то мы надеемся, что круглый год можно летать по маршруту Алматы-Балхаш-Астана. Планируем соединить юг, то есть это сторону Туркестана, сторону запада, это у нас центральный аэропорт Казахстан. Два градообразующих города, здесь у нас корпорация Казахмаз. Современная взлетная полоса, ангар для самолетов должны открыть небо Балхаша для новых возможностей. А пока идут работы, рейсы принимают на военном аэродроме.